ребят всем доброе утро ну что вот и наступило лето поздравляю с этим событием всем желаем хороших отпусков так ну что сегодня мы с вами будем делать как говорится восстанавливать урал смотрите что мне купили что мы видим а видим мы насос гура вот очередной раз хочу вам показать чтобы не отсвечивала а то сколько раз я делаю постоянно почему-то отсвечивать не видно вот сегодня мы будем с вами его менять и напоминаю всем кто еще не подписан подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии комментариях делитесь опытом ну что погнали я уже видео неоднократно говорил что здесь на машине руль не работает от слова вообще на месте он даже не думает поворачиваться то есть трогаешься и он начинает вроде более-менее ну чуть-чуть рулить сдавать задним ходом то есть это мраке то есть уже начинает болеть плечи бывает разами что нужно прямо через всю территорию задом например здесь вы грузишься и задним ходом сдавать там с поворотами вот так выезжать туда бывает он к тому штабелю нос с неисправным рулем это блин вообще финиш просто ну естественно я начал поднимать вопрос и все таки меня услышали не сказали начнем восстанавливать не то что рулевую а вообще тихонечку начнем восстанавливать машину вот привезли мне такую такой вернее насос написано здесь завод сомнений такие берет то есть смотрите болты они должны же как бы ну другим как бы цветом быть а здесь вроде как пыльнули краской вот видите здесь тоже ну краска она не должна здесь быть советов ужина как говорится надо валю очень много кто говорит что это не насос что это типа сам гур может быть может быть цилиндр в одну механик сказал пока меняй насос а дальше по ходу пьесы сегодня мы начнем с этого поменяем зальем масло и спробуем будет результат не будет если не будет то будем ждать или цилиндр или сам гуру посмотрите он ведь и маслица копы все-таки пообещали мне купить нормальный руль а вот этот стремный вот это вот смотрите он ведь у лопнутый весь вы сейчас скажете ну завари и привари там блин уже не раз его варили приварили лопают он и все пообещали месяц купить нормальный толстый уралский спасибо подписчикам которые делитесь опытом показываете там присылайте фотки спасибо вам огромное по вашим советам я естественно показывал тоже также ваши фотки показал механики и лучше какие чего туда-сюда ну вам большое спасибо что нам надо сделать подошел сейчас мастер сказал загрузить одну телегу горбыля и вставать на ремонт так что сейчас поедем загрузим горбыль и встаем и начинаем все грузила телегу горбыля припас все разложил инструмент наверное думаю для начала слить наверно масло да то есть откручиваем здесь и сольем с бачка потом все равно будет наверно шланги откручиваем этот шланг отсюда открутим здесь вот значит получается первое второе там третье и полезем туда уже под машину нашел такую канистрочку думаю самый то да кстати трюльевщик александр завел ведь собрал мост поставил сейчас не хватает одного пальца чтобы зафиксировать ту гусеницу эту также скоро трюльевщик будет тоже на ходу трещуточку он так и на 7 ослабляем и сейчас солью так ребят ну я откручу все шланги то есть получается раз там два три дальше по ходу включимся конечно ребята вы меня извините если что не так я делаю я делаю тут впервые снял я сейчас вот этот шланг и блин с него меньше даже стекло оттуда с бачка меньше масла чем пошло отсюда с гора наверное с литр точно вылилась чуть на дне с город больше масло стекло чем этого бачка хотя там уровень был конечно можно было бы там открутить ну блин туда под машину листом масле я думаю открутить здесь открутить здесь потом когда сам насосик снять выучить его вместе с этим шлангом ребят я короче принял решение снять тоже бачок гора гремит на этой крышке сейчас открутил ну там как от железочка хочу я сейчас тоже его разобрать посмотреть все короче здесь вымыть нормально смотреть здесь все в песке на шланге вот на этом который я снял три вот этих пружины но тоже все в песке хочу я сделать все все четко так все он я снял шланг бачка сделал корыца сейчас скроем бачок и все от моим промоем сейчас я разберу его и включимся так все вот я его скрыл видите там железка убитый фильтр все тут короче давным-давно уже пипец он там железяка какая-то осколок может быть эти осколки попали и насос как говорится только стоит начать начал с насоса и оказалось вот уже изначально не справа бачок всякие железяки тут мелкие сейчас я вытащу вот шплинт вытащу фильтр и посмотрим что там дальше вынуть там железяки но стопудово такого фильтра на на здесь нету придется снимать с донора посмотрим что там вот я вытащил то есть его отмачиваться положил вот смотрите что осталось от фильтра это верхняя крышка было это нижняя вот что от этой нижней крышки осталось все походу вот эти железочки 70 процента вот этого вот этой железки уже который развалилась стопудово нами здесь старом насосе короче нужен фильтр ладно полезли туда снимать старый сгонял я за лопаткой за такой вот смачника и совковой забросал масло берем мы наверно на 22-24 я так думаю в этом лучше возьмем рожковый наверно 17 ослабляем здесь до ремень скидываем ремень и откручиваем здесь и все я думаю мы выним ее вместе со шлангами и уже там будем смотреть перебирать откручивать шкив переходники так что приступим сейчас я откручиваю шланги переходник шланг потом переходник потом вот эту фигню выкручу переходник шланг года от мою его нормально и потом мы с вами сравним его с этим с новым вообще будет разница не будет разница такой он не такой ну и потом пойдем в тиски наверное откручивать шкив взбивать сходил ребят в тиски слесарку то есть выкрутил на 27 переходник шкив на 24 головку с трещоткой и съемник там слесаря корней съемником шкив снял вот видите как тут сделано вот никаких тут шпонок и все такое чисто на конус и все так ну что пора сравнить наверное да давайте начнем с этого вот 17 18 здесь у нас год 20 21 принципе в принципе он не такой уж и старый 3 8 пробитая имеют вот . видите 3 а здесь 8 пробитый вроде как бы одинаково но смотрите в чем разница то есть вот смотрите видите болты если она идет завод то есть они сразу светлые все все как положено здесь все накрашена краской как вы думаете возможно что который выдают за новой просто его пыль 0 и краской и все как принимают сейчас бы ушные там всякие шаровые там тяги и тому подобное возможно что он короче говоря одно название только новый будем конечно пробовать дальше на все действия вот такие вот эту верхнюю штуку надо переставить сюда ну и шкив и переходник и насос будет как бы готовой установки дальше ребят смотрите оказывается вот видите вот эта штука вот это вкручивается сюда то здесь было вот от колечка она была порвана здесь должна быть к естественно шайба с резинкой но здесь был вот самодельная какая-то фигня так это раз то есть значит утечка шла масло отсюда дальше мы видим ребят шланг высокого давления видите трещины то есть если будет нормально здесь давление он моментально вот ну то есть нужно что фильтр 1 шланг 2 колечко 3 и думаю пока пока все это шланг который идет на цилиндр вот здесь я думаю он еще походит первый шланг и второй шланг они его бы вроде как бы ничего вот этот шланг ребят такой должен быть не такой вот еще вопросик такой вам напишите комментарий то есть смотрите этот мягкий прям вообще а этот жесткий так ладно приступаем сборки нового насоса так сейчас мы открутим здесь потом здесь принципе все свободно легко посмотрим что там прокладка или колечки то придется здесь вот так тонким слоем герметика потому что масло фигачил даже непонятно откуда так вроде прокладочки ничего да ребят нормально так 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 вроде нормально сейчас слегка просто герметиком так насухо протрем и сейчас слегка нанесем тут конечно скажет зачем для чего тут конечно не любит герметик типа потом плохо когда снимать его дать зачищать надо здесь вот кто говорит что он попадает систему забивает я не знаю я вот сколько пользовался с ним работаю всегда ним больше нравится вот видите здесь уже чуть-чуть повреждена то есть мы слегка сейчас добавим на это повреждение все так все ребят протягиваем то есть сначала попали болтами потом слегка наживили и тянем крест-накрест дальше шкив переходник так ну а здесь надо механика чтобы вот эту штучку крутить сюда она вкручивается вот так вкручивается притягивать гайку ты делаешь так чтобы она не задевала за переходник зачетом сей контрагаешь притягиваешь сюда но здесь должна быть вот такая фигня жаден ну я так думаю железка ну шайба такая с резинкой внутри вот надо механик потому что вагончики такие есть шайбы нашел колечко ведь медные когда был здесь включен вот на старом до видео есть между прочим когда я залазил под машину ну показывал что масло капает лужица такая небольшая вот я тянул вот именно вот это переходник то есть шланг был затянута переходник был откручен но я сейчас попробовал стал вкручивать то есть он вкручивается прям полностью резьба уходит и гайка начинает упираться вот в стенку то есть я так и подумал здесь должно быть обязательно колечко рвану и вот на эту фиговину прокладкой как-то там правильно сказать но этот я не знаю нам даже самопал как бы то есть вот шайба с резинкой фильтр ну конечно фильтр здесь нам не бумажно все-таки должен быть другой но просто больше нечего то есть если сравнить вот с этим это вообще не фильтр да даже он элемент никакого нету фильтрующего короче говоря поставим вот этот типа топливного и дом будет нормально сейчас механик найдет тот шланг который вам показывал здесь лежит встречи ну ну и этот вот разватрушены или как мягкий но он вроде как фирменный там на нем знать фирменный вот он такой мягкий но блин он через чужие слишком здоровым наверно больше размером он сдавленный прямо так ну а это нормально пойдет фирма кукиш типа написано то есть давайте вкручиваем это раз это два гайка мы потом притянем когда поставим в этот как его шкив все затягиваем шплинтуем крепим и все и пойдем устанавливать так если царки вот зажал переходник такси ротянты прижимаю вот ну и шкив то есть видите даже здесь новенько все шкив одеваю прикручиваю протягиваю и там уже на месте у машины за шплинтуем там шплинта вот как меня учат делать шплинты значит кусочек электрода заплющена с одной стороны а здесь просто туда за самое простое на новый насос все поставлено шкив эта штучка как она называется сверху здесь протянута здесь протянута шайбы поставлены шайбы не был ни тут ни тут как мне лайфхак показал офигенный то есть видите сплющена просто кусочек электрода сплющены тут и загнуть сюда все не надо ничего загибать разгибать а тут он никуда никогда не денется то есть здесь протянутся протянута этот насосик заглушки я поставил все везде на гаечку на место одеваем колпак и все и дадим его на склад возможно дело и не в нем а в чем-нибудь другом потому что восемнадцатого года ну фиг знает дальше сейчас будем мудрить вот этим фильтром поставим фильтр закрепим его шланг вроде как нету горт если хочешь где до завтра но блин до завтра ждать чуть как-то но не охота уж хочется сделать одним ним и все этот шланг тоже привезут но привезут завтра и только вечером думаю поставлю пока завтра он привезет у меня будет уже в запасе даже не один а несколько привезет шланг так ну ладно приступим собираем бачок ставим на место подводим шланги то есть тоже по промажем герметиком посадили герметик затянем хомутами хомуты я промыл прочистил все зашибись ребят я конечно не знаю как и какой здесь фильтр должен стоять в этот фильтр не этот фильтр бумажный или сеткой тут должен быть я честно говоря я не знаю я вот здесь придумал то есть вот отверстие здесь маленькое здесь большое то есть получается мы его вставляем он у нас встает видите прям как бы сказать там есть люфтик небольшой мы берем вот эту резиночку как бы типа конусом да но я не знаю конусом она или не конусом данный момент конусом она стала одеваем сюда дальше мы одеваем шайбу я просто делюсь как я понял как сделать то есть я знаю здесь отверстие есть под этот шплинт но во-первых шплинт там развалился во вторых только так вот получается другого фильтра нет дальше мы берем пружинку и дальше мы уже берем крышку конечно бы надо бы шайбу так вот она ее зажмёт понимаете да то есть надеваем шайбу и гайку и затягиваем прокладочка есть вот видите вот она то есть я думаю она ее нормальненько так зажмёт у меня вопрос к вам ребят как вы думаете этот фильтр способен будет пропускать масло или нет он же стопудово топливный то есть собрать я собрал но я потом разобрал нашел еще дополнительную шайбочку будет он успевать пропускать масло или нет он же рассчитан на как бы на более-менее жидкая на солярку а тут будет масло ладно что собираем на так он подходит там принципе офигенно так ребят все бачок я собрал поставил эти же шланги сказали потом привезут в принципе я затянул ее видите как он сдавился подмазал чуть-чуть слегка герметиком еще разочек посоветовался я говорю так и так фильтр будет стоять тонкой очистки солярочной пойдет не пойдет а не то чё типа да пойдет фигня походит потом починим тем более это масло подается не на насос чистится с обратки будет она подается и типа будет очищаться в году у нас у всех уже давным-давно у всех такие стоят железки так ребят ну что быстренько пробежимся так здесь прикручена здесь прикручена 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 снизу сам насос двумя болтами прикручена ремень накинут ремень натянут три причины было да ну утечка масла из трех мест то есть раз вот здесь текла 2 вот здесь вот шайбочки не было три на переходнике шайбочка медная все устранил все прикрутил сейчас она александр пришел на помощь мне сейчас заливаем масло и попробуем александр говорит все это быстро так ну что все налили заводим ребят есть контакт смотрите одной рукой ну как бы так усилий конечно предлагаю но еще руль этот фуфловый сменю вроде ништяк прямая штаня но вообще не работал на судак я раз она вообще с места не трогать а сейчас он смотри сейчас хоть более-менее ну вот как с усилий но уже сейчас хоть ну куда беда но он поворачивается а да это вообще не грамм не был может быть действительно масло потом заменить залить туда как он александр утверждает залить моторного сейчас залить конечно гидравлика и типа будет лучше может быть конечно не спорю между прочим напишите комментарий у того какой масло за лет и что вы посоветуете какое масло лучше гидравлику или все-таки моторная пойдемте посмотрим что у нас там это излишки я потому что налил целый бачок вот александр все-таки сказал этот шланг менять ладно масло выгонит излишки масло выгонит отсюда я потом здесь все насухо что уже руль заработал а на сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии обязательно них делитесь своим опытом всем удачи ребят до новых встреч пока пока